Золотой серпантин в Запорожском цирке. Детишек и их родители приглашают на новую программу. Зрители ожидают калейдоскоп интересных и опасных номеров. О них в нашем следующем сюжете. Иставно обязательными артистами цирковых представлений были силачи. Новая программа Запорожского цирка построена в духе старых добрых традиций. Гвоздь нового представления Дмитрий Халаджи. Силач, богатырь, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, как автор 63 рекордов. Изюминка программы – это, естественно, Дмитрий Халаджи. Это рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Также он снимался в фильме «Иван Сила» в главной роли. И презентация этого фильма состоится 19 сентября в кинотеатре Довженко. Выступая на арене, я пытаюсь возродить часть нашей культуры, часть нашего фольклора, показывая такие старинные силовые номера, как разгибание подковы, разрывание цепей, завязывание гвоздей узлами, переезд автомобилем. То есть вот все в таком направлении, фольклорно-патриотическом, историческом. Гимнасты на турниках – тоже группа представителей силового жанра. Они буквально летали между турниками, вызывая удивление и восхищение зрителей. Часть новой программы с участием животных также заставила зрительный зал не раз затаить дыхание. Величественные верблюды с номером «Восточная фантазия» покорили сердца детей и взрослых. А вместе с озорными котами и собаками на арене выступили редкие в Украине животные – мини-пиги. В дрессуре ничем не уступающие четверолапым. Да, тяжело. Такие своенравные животные, с ними непросто. Они умные, но они своенравные. Это не кошки с собакой, которые полюбили хозяина, все время уверны. Нет, у свиньи немножко другой характер. Они умные, но с ними нужно найти общий язык. Под куполом цирка на высоте 20 метров свои номера показывали эквилибристы. Кстати, не используя страховку. На арене сменяли друг друга жонглеры, гимнасты с хула-хупами и, конечно же, клоуны. Я очень люблю животных. Мне цирк очень нравится. Я хожу, потому что здесь получаешь удовольствие. Понравились клоуны, свинки. Мне понравились звери и понравился силач. Там были коты, потом собаки, а потом свиньи. Они играли в футбол. Увидеть это яркое и разнообразное представление можно в Запорожском цирке до 20 октября.